В преддверии Международного женского дня 8 марта в Сланцевской детской музыкальной школе состоялась церемония награждения по итогам районного конкурса «Женщина года-2019». Поздравить и вручить дипломы лучшим женщинам года пришли глава города Сланцы Руслан Шот, депутат городского совета депутатов Кранит Смирнов, заместитель главы администрации Сланцевского района Раиса Идгареев и начальник отдела по безопасности Вадим Богданов, а также глава Сланцевского района Валерий Кравченко. Я честно восхищаюсь, как вы умеете совмещать работу, дом, при этом оставаться неотразимыми, ласковыми, нежными. Это, ну, сложно. Я хочу пожелать, чтобы ваши мужчины окружали вас с теплом и заботой ежедневно. Счастья вам, здоровья, любви родных и близких. Спасибо вам за то, что вы были. Радим Богдан. Затем в торжественной обстановке прошло чествование выдающихся женщин Сланцевского района. В номинации «Женщина в здравоохранении» победителем была признана Елена Сухина, главная медицинская сестра Сланцевской межрайонной больницы. Лучшей женщиной в спорте и туризме стала тренер-преподаватель по спортивной аэробике детской юношеской спортивной школы Оксана Малых. Из всех женщин в сфере бытовых услуг лучше была признана директор общества с ограниченной ответственностью «Милосердие» Валентина Амелина. В номинации «Женщина в общественной жизни» победителем стала начальник отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления, общим и организационным вопросом администрации Елена Лабознова. А руководитель Сланцевского телеканала «Орел» Светлана Фербей была признана лучшей в управлении. В области культуры лидирующую позицию заняла Александра Ефремова, хормейстер хора русской песни имени Александра Ефремова. В сфере образования первое место завоевала учитель химии школы номер 2 Алла Павлова. Заведующая отделом Сланцевского центра социального обслуживания несовершеннолетних мечтат Татьяна Трофимова была признана «Женщиной года» в сфере социальной защиты. В номинации «Женщина в правоохранительных органах и вооруженных силах» победителем стала майор полиции, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД Виктория Степанова. Лучшим предпринимателем была признана Нана Петрова. В сфере услуг ЖКХ была отмечена Людмила Семенова, руководитель производственно-технической группы Сланцевского управления «Леноблводоканал». Лучшей женщиной в творчестве была признана Татьяна Никифорова, участница Сланцевского литературного объединения «Слиток». Из всех женщин в агропромышленном комплексе победителем была признана глава крестьянского фермерского хозяйства Старопольского сельского поселения Татьяна Чака. Награду в номинации «Женщина в промышленности» получила главный технолог общества, сограниченный ответственностью русский промышленник Ирина Симонович. А «Женщиной вдохновения» стала заведующая отделом парка культуры и отдыха Анна Гончарова. Ну и, наконец, в номинации «Женщина, семья и материнство» победителем была признана преподаватель по классу эстрадного вокала детской музыкальной школы Марина Фербей. В конце мероприятия с поздравительными словами выступила глава администрации Марина Чистова. Она поблагодарила организаторов праздника и вручила отличившимся работникам культуры и преподавателям благодарности главы администрации за профессиональное мастерство и большой личный вклад в организацию и проведение культурно-массовых мероприятий. Также на праздничном вечере руководители города и района вручили сланцевским ветеранам юбилейные медали, учрежденные президентом Российской Федерации в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Всего ко дню победы такие медали получат 372 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Сланцевском районе. Ну а в перерывах между поздравлениями и награждениями с творческими номерами выступали преподаватели и воспитанники сланцевской детской музыкальной школы. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok